В преддверии женского праздника в Красноярске состоялась традиционная седьмая по счету церемония чествования многодетных матерей и вручение им почетных знаков материнская слава. Сколько детей нужно родить, чтобы удостоиться такой чести? И какой сюрприз приготовил своим гостям губернатор, расскажет Дина Володина. Я хотела, я любила маленьких детей, хотела большую семью, вот она у меня получила. Галина Максимовна счастливая мама, восьмерых детей и бабушка 12 внуков. Сегодня у нее особенный день. Губернатор края Лев Кузнецов лично вручил почетный знак материнская слава. Переживать, радоваться успехам детей, наверное, это то, что не заменит ничто, как бы женщина не была активна в сегодняшнее время. Эту награду за почетное материнство в нашем крае вручают уже семь лет. Мам, удостоившихся такого почетного знака, в этом году тоже семь. Вручают материнскую славу только многодетным мамам, родивших семерых и более детей. Галина Василевич рассказывает, в ее жизни бывало разное, но дети, вопреки всеобщему мнению, всегда только помогали и радовали. Ну, конечно, было тяжело, но сейчас не очень хорошо. Приедут полная изба, радость, улыбки, смехи. Сегодня в родной деревне Петропавловки Ербейского района вместе с мамой Галиной Максимовной живет только ее шестая дочь Евгения. Говорит, хоть живут ее братья и сестры сейчас все в разных уголках большого края, но семейные традиции соблюдают четко. Всегда встречаются своей большой дружной семьей в отчим доме дважды в год. На мамин день рождения и Новый год. У нас всего два брата, шесть девочек, два брата. Я хочу сказать, что у нас очень дружная семья, да? Мы друг друга любим, трудную минуту всех друг друга поддерживаем. Сегодняшние виновницы торжества уверены, дети – это радость, их должно быть столько, сколько Бог пошлет. Правда, с одной оговоркой. Это если есть надежный тыл и крепкое мужское плечо за спиной. Тогда и мама будет счастлива, и семья крепкая, и дети благополучными. Лев Кузнецов с этим утверждением согласен на все 100%. Я всем женщинам желаю, знаете, что быть матерью очень почетно. Это, конечно, тяжелый труд, но если выберете эту дорогу, мне кажется, вы не пожалеете. Желаю вам пойти этой дорогой, но при одном условии, что очень важно, чтобы с вами был любящий, помогающий вам мужчина. Потому что хорошая семья только тогда и счастливая женщина, когда есть твердое плечо. Ну а приятным предпраздничным сюрпризом от губернатора стало выступление победителя телевизионного шоу «Голос» Сергея Волчкова. Дина Володин, Александр Шевелев, 7 канал, Новости 24. Теперь в Красноярском крае 155 многодетных матерей, награжденных почетным знаком «Материнская слава». Этот статус предполагает дополнительные льготы. Например, нуждающимся в улучшении жилищных условий семьям, краевая власть гарантирует денежную выплату. Этим правом воспользовались около половины из награжденных мам. Есть в нашем регионе и другие меры поддержки. Бесплатное выделение земельных участков и краевой материнский капитал. 117 тысяч рублей за рождение третьего и последующих малышей.